Всем привет! Рада, что вы собрались послушать эту лекцию. У меня был очень занятый год, поэтому эта лекция, она как бы повторная, но мы ее читали только на очном курсе, мне кажется. И в принципе она достаточно новая, где мы поговорим с вами о разных аспектах физиологических, патологических, которые имеют значение для диеты, для выбора диеты, на которые можно влиять с помощью диеты. И отдельно рассмотрим разные состояния, такие как гастрит, такие как разные заболевания кишечника. И поговорим о разных методиках и подходах, о разных за и против, например, голодной диеты. Немножко об алгоритмах диагностики, лечения, диеты и сопутствующей терапии, которая может быть также полезна. Гастрит – это довольно частый диагноз, который звучит в практике диетолога, может быть острым, может быть хроническим. По моей статистике с таким диагнозом ко мне направлялись около 5% пациентов с заболеваниями, я не учитываю в этой статистике здоровых животных, которых тоже часто приходят на консультацию. Есть некоторая породная предрасположенность у разных пород, но должна сказать, что не в каждом случае, когда звучит этот диагноз, он был подтвержден эндоскопическим исследованием, взятыми образцами. Может быть не все это предлагают и может быть не каждый владелец готов пойти на эту процедуру, потому что она требует общего наркоза и не всегда это получается возможно. Есть породная предрасположенность к определенным заболеваниям желудка, таких как хроническая гипертрофическая пилорическая гастропатия, хронический гипертрофический гастрит, геморрагический гастроэнтурит, острое расширение желудка, пилорастеноз. Вы видите здесь те породы, которых это чаще наблюдается. Немножко про регуляцию секреции. Дело в том, что у разных видов животных регуляция происходит по-разному. Есть животные, у которых регуляция происходит непрерывно, например, секреция, не регуляция. Есть животные, у которых секреция происходит с активными и пассивными периодами. Собака, кошек, у них регулируется секреция, она не имеет постоянного значения. Секреция соляной кислоты – это условия создания оптимального ПАЖ для функций пепсина, то есть первое место для начала пищеварения в основном в протеинах, но также в частичных жировах. Ключевой фактор для секреции кислоты – это протонная помпа. В покое она находится внутри клетки, здесь изображено на рисунке, вы видите. Но под воздействием кормления гормональная система, которая регулирует функции кишечного тракта, начинает действовать. Выделяются гормоны, активирующие вещества, которые способствуют тому, что клетка начинает секретировать кислоту. Регулируется эта секреция ацетилхолином, это нейротранспитер, который высвобождается натуральными нейронами. Пищеварительный тракт сопровождается и своей нервной системой, и своей иммунной системой. Это огромная система органов, которые взаимодействуют друг с другом и влияют друг на друга. Гистамин – паракринное вещество, высвобождаемое клетками. Гастрин – гормон, который высвобождается тоже клетками желудка. Это эндокринные клетки, которые лутеризованы в эпителии желудка, и соматостатин секретируется тоже эндокринными клетками эпителия желудка. Различает несколько фаз этой секреции. Псифалическая фаза, когда животное видит пищу, может ее понюхать или может попробовать уже на вкус, или только у него возникают мысли о еде. Уже может начаться секреция в желудке. Энтеральный нейрон активируется, и происходит эта нервная еще пока фаза. Когда корм находится уже в желудке, включаются и механорецепторы, когда он растягивается. Возникает, опять же, нервный рефлекс, который на схеме изображен фиолетовыми стрелочками. Пептиды и аминокислоты стимулируют Г-клетки для высвобождения гастрина. И корм – это, как правило, буфер, который противодействует ПАЖ желудка. То есть он, как правило, повышает его. То есть после кормления ПАЖ желудки повышается, поскольку буферизируется за счет корма. Кишечная фаза – это уже отрицательный ответ, когда корм транспортируется по большей своей части в кишечник, уже начинает подавляться стрелочная секреция за счет нервных рефлексов, за счет энтерогастронов, энтерогастронов, гормонов, которые ингибируют процессы в кишечнике – это холецистокенин, секретин, гликогоноподобный аппетит и другие инкретины, которые вырабатываются в ответ на кормление. То есть это секреция, которая сигнализирует о том, что в кормлении произошло, мы сыты и секреция желудка уже не требуется. Естественно, мы еще пока не полностью понимаем все процессы у собак. В основном это заболевание встречается чаще у собак, чем у кошек. Роль хеликобактер пока не была показана для собак, хотя эта бактерия ассоциируется с гастритом у других видов, например, у людей, у хорьков, у гепардов, у свиней были обнаружены разные виды хеликобактер, которые ассоциировались с заболеваниями желудка. У собак же 67-100% здоровых собак имеют хеликобактер среди своей флоры. И 74-90% собак я с компьютера... А, это вы не мне, простите, я просто параллельно вижу, что происходит общение. Понятно. 74-90% собак с рвотой тоже имели этот вид. При экспериментальном инфицировании происходила дегенерация желез желудка с вакуализацией, пикнозом, некрозом паритальных клеток, что более типично для инфицированных, чем для неинфицированных собак. Воспалительные инфильтраты разной степени и неконтролируемое лечение собак с гастритом и инфекцией хеликобактер показало улучшение клинических признаков у 90% собак. То есть механизм существует, но насколько он в естественных условиях действительно имеет место, мы пока знаем. Поговорим в основном сегодня, конечно, о диете, о диетических факторах. Вода. Для многих видов животных вода ассоциируется с разными состояниями ухудшения, заплевания желудка. И поскольку происходят ее повышенные потери, при рвоте, например, происходит дегидратация. Если собака также находится в активной работе или в спорте, это, как правило, тоже ассоциировано со стрессом, но также и с потерями воды с некоторой дегидратацией. В частности, у лошадей было показано, что повышение объема употребления воды снижает симптоматику язвенной болезни желудка лошадей. Поэтому вода – важный фактор, о котором не нужно забывать. Электролиты также при рвоте могут снижаться и могут наблюдаться их потери. Поэтому первое, что мы компенсируем всегда, когда у нас поступает пациент в стационар, это потери воды и электролитов. То есть стабилизация пациентам необходима в первую очередь по этим параметрам под контролем их уровня электролитов, имеется в виду сыворотки. Парантеральная компенсация, регидратация, прежде чем мы начинаем какие-либо другие диетические меры. Далее мы складываем диету из основных компонентов, которые являются структурными и энергоносителями для животного. В первую очередь мы решаем, что мы будем делать с протеином. Всегда идет алгоритм от него. Поскольку у нас чаще всего есть ситуация с нарушением проницаемости стенок пищеварительного тракта, то есть с ее повышением, то есть проницаемость становится выше, у нас возникает ситуация, если это хроническое заболевание, это касается не только гастрита, это касается и всего желудочно-кишечного тракта в целом. У нас возникает ситуация, когда интактный крупный белок молекулы протеина может реагировать с иммунной системой пищеварительного тракта. И если это происходит долго, то это складывает условия для того, чтобы возникал иммунный ответ. Поскольку постоянно происходит этот контакт, мы часто можем наблюдать вот таких животных вторичную сенсибилизацию на компоненты корма. И если у нас животное находится в остром состоянии, когда налицо нарушение этой проницаемости, и оно имеет хронический характер, то на период, пока мы не добьемся ремиссии, рекомендуется использовать так называемый жертвенный белок. Это белок просто новый, с которым животное до этого не сталкивалось. То есть мы составляем диету с этим компонентом на период, пока возможен контакт. Зачем это нужно? Если мы будем подбирать компоненты распространенные, с которыми животное будет сталкиваться и потом, то вторичная сенсибилизация может позднее привести к проблемам, потому что животное не может, будет реагировать чувствительно на те компоненты, на которые не реагировало раньше. Поэтому, используя новый протеин, мы закрываем этот период, как бы таким вот жертвуем этим протеином, а потом мы переводим животное после ремиссии на обычный корм, и нам уже не нужно будет подбирать какие-то отдельные источники протеина. Для пациента с гастритом уровень протеина должен быть умеренным до низкого, поскольку протеин часто через упосредованное воздействие, через гормональное воздействие может усиливать секрецию желудка. Нам это не нужно, поэтому уровень протеина должен быть низкий, умеренный или низкий. Что такое низкий уровень протеина? Это тот, который мы рассчитываем для взрослых собак. То есть он достаточный, он не ниже потребности ни в коем случае, он может быть слегка выше потребности, но не вдвое, например, превышая их. То есть формулы для его расчета, они как бы известны, это около 5-6 килограмм метаболической массы тела. Это нормальный уровень для собак и кошек. Собак чуть пониже, уровень для кошек чуть повыше. Поскольку мы его ограничиваем, в любой ситуации, когда мы ограничиваем протеин, он должен быть самого высокого качества и самой высокой переваримости. Собственно, переваримость – это и есть основной признак качества протеина. Для собак и кошек самым высококачественным источником протеина будет, если это домашний рацион, это мышечное мясо, если это коммерческий корм, это будет корм, у которого была проверена, показана высокая переваримость мясной муки. Мясная мука может быть очень разной, поэтому, как правило, дешевые кормы обокалейного уровня, они изготавливаются из дешевого сырья, а в основном, основной, самый дорогой компонент, из которого складывается рецептура, это мясная мука, это дефицитный продукт на рынке, сырья, это, в общем-то, достаточно дорогой компонент, и поэтому, чем дороже мясная мука, тем выше переваримость мясной муки, тем она дороже, и, соответственно, конечный продукт тоже не может быть дешевым. В новой источниках протеина обсудили уже коммерческие диеты, если это не гидролизаты, могут содержать также большой спектр других протеинов, поскольку, если у нас происходит продукция, производство продукции на одном экструдере, сменяются разные рецептуры, то экструдер никто не моет, естественно, после очередной рецептуры, она просто вымывается в следующей партии кормов, это, естественно, путь контоминации. Поэтому, если мы хотим действительно гипоаллергенную, если животное имеет вот эти вот проблемы, склонность к сенсибилизации, если у нас есть необходимость назначения гипоаллергенного коммерческого корма, то это должна быть гидролизатная диета, изготовленная на отдельной, выделенной для этого линии, и далее мы обсудим также и остальные факторы, такие как, например, жир. Диеты с высоким содержанием жира дольше остаются в желудке, поэтому жир должен быть также умеренным, умеренным вплоть до низкого. Через химические сигналы он способствует высвобождению холецистокенина и задерживает пищу в желудке. Соответственно, для нас эта ситуация не всегда нормальна, не всегда нужна, потому что секреция продолжается и раздражение стенок желудка продолжается. Об уровне жира есть некоторые споры, поскольку 10% для собак это на самом деле очень низкий уровень, то есть он может быть и 15, для кошек он может быть и выше, чем 15. У кошек, в принципе, жир вызывает меньше проблем, чем у собак, они лучше переносят более высокое его количество до 25%, в некоторых случаях даже выше, но тем не менее, лучше подбирать уровень жира индивидуально, начиная с низкого, и если животное склонно к потере веса, стараться очень медленно и плавно его все же повышать до переносимого уровня, который не будет приводить к обострению гастрита, к новым периодам рвоты. Важен также состав жира, поскольку мы все прекрасно знаем, что омега-3, полинасыщенные жирные кислоты, обладают противовоспалительным в первую очередь действием, но также могут использоваться в медицине, например, против хеликобактер и против развития рака в желудке, они также были показаны у разных видов, поэтому это важный компонент, то есть если мы ограничиваем жиры, то мы обязательно должны перепроверить профиль по жирным кислотам, какие именно, во-первых, чтобы все незаменимые жирные кислоты были обязательно обеспечены при таком снижении, и во-вторых, чтобы количество и пропорции омега-6 и омега-3 были как можно более низкими, то есть омега-3 должны быть повышены в сравнении со стандартными диетами. Обычно это источники их, это марш лосося или любые другие продукты морских, в основном от рыб, но иногда других морских животных встречаются также. Что с клетчаткой? Клетчатка у нас фактор, который в данном случае будет скорее мешать восстановительным процессам, поскольку клетчатка это вообще очень разное, попозже об этом поговорим, это могут быть очень разные вещества. Если источник клетчатки образует гели с высокой вязкостью, соотношение не омега-3 к омега-6, а омега-6 к омега-3, стремиться надо где-то к 6 к 1, но если получится ниже, то тоже неплохо. Так вот, если клетчатка имеет высокую вязкость, вам всем видны вопросы или мне нужно их зачитывать, как это лучше сделать? И сколько у нас лекций длится? Полтора часа? Да, лучше зачитывать. Вопрос был про соотношение, как я думаю, вы поняли. Высокая вязкость будет умедлять упражнение желудка. Если клетчатка нерастворимая и такая, как, например, целлюлоза, она может иметь некое абразивное действие, поэтому тоже не показано. В целом, для пациентов с гастритом лучше, чтобы ее содержание было ниже 2% пересчетено на сухое вещество. Это для параметра сырая клетчатка, а не диетическая. Немножко может возникнуть путаница. Мы попозже поговорим о разных видах. Что касается витаминафимикроэлементов, то, конечно, происходят тоже потери некие, поэтому нужно перепроверить обязательно уровень железа меди в диете. И витамины группы В могут быть повышены в 2 раза. Ислотно-щелочной баланс при гастрите также может быть затронут. Происходят потери ионов, может наблюдаться алкалол в результате перераспределения электролитов. Обычно он легкий, тяжелый, может быть в случае обструкции пилоруса или проксимальной обструкции. Если рвота наблюдается по столгу периода голода или вследствие потерь тоже электролитов, то можно наблюдаться ацидоз. Корректируется это также паранцеральный сначала компенсация всех этих процессов происходит, после этого уже подбирается кормление. В любом случае ни закисляющие диеты, ни защелачивающие диеты при гастрите не показаны. Я сейчас скажу о двух методах, хотя второй вызывает обычно много споров среди коллег, тем не менее начну с первого, сейчас вернемся и ко второму. Первый метод нет, это я сейчас как раз про методику, все правильно. Значит, раньше больше чаще практиковалась голодная диета, первые сутки двое, только вода, кормление мелкими частыми порциями после этого начиналось и постепенно повышалась кратность кормления. В последнее время, последние годы все чаще и не только в отношении гастрита и в отношении остальных тоже заболеваний пищеварительной системы, сейчас звучит мысль, что кормить необходимо вопреки симптоматике, вопреки рвоте, вопреки диареи, добровольно или через он, то есть, если только очень тяжелая рвота или пациент находится в замутненном сознании, практикуется интеральное кормление, то есть, оно предпочитается, если нет серьезных для того ограничений. и многие исследования показали, что и рвота, и диарея будут примерно в такой же период времени прекращаться, если сравнивать группу животных с голодной диетой или тех, кого кормили. Но тех, кого кормили вопреки рвоте или диареи, имели меньшие сроки восстановления, поскольку кишечник работал, кишечник стимулировался и желудок тоже, и происходила питательная поддержка тканей и ЖКТ, поскольку они начинают очень быстро деградировать, если животное голодает. Если животного было до этого еще, был до этого и период рвоты, то, соответственно, у нас имеется уже проблема с деградацией, например, ворсинок или каких-то других изменений, когда пищеварительный тракт становится менее функциональным. Вот что я хотела сказать, что первая диета обычно это самая стандартная рекомендация, это вот 95% наверное случаев должна быть назначена именно она, то есть назначается сниженный протеин, высокоусвояемый на уровне потребностей взрослых животных, высокая смоляльность продуктов желательно исключить, например, бульон имеет такое смоляльность, высокое стимулирует секрецию. То есть в принципе наверное гастрит единственное гастрит и может быть панкреатит единственное такие состояния, когда бульон собакам например противопоказан. Так в общем-то ничего опасного в этом продукте нет, но вот в данном случае он будет стимулирующие деятели оказывать. Основной источник энергии на данном типе рациона это углеводы, они должны быть хорошо отварены до как правило мы их поднимаем до максимума переносимости у собак, который составляет 55% в сухом веществе. Экструдированные карманы, конечно, тоже проходят термообработку на экструдере и соответственно содержат тоже уже усвояемые углеводы хорошего качества. Умеренное содержание жира. Это мы уже обсудили. Очень редко возникает вот спорный момент, который я хотела сказать. Очень редко возникает другая ситуация, когда животные, например, в пожилом возрасте и высокое количество углеводов приводит к тому, что они начинают активно подвергаться расщеплению в желудке по счет действия микроорганизма. Что приводит к... Это было показано в других видах животных. Это исключительно практическое наблюдение в отношении собак и кошек. У нас нет следований, которые бы подтверждали эту мысль, но у других животных это наблюдается, присутствует, поэтому и у них тоже может быть. Когда pH в желудке недостаточно низкий, бактерии начинают расщеплять углеводы, которых много в первой диете. И это приводит к синтезу ретучих жирных кислот, которые будут также иметь в данном случае отражающие действия и могут усиливать симптомы гастрита. Поэтому в таких редких случаях мы индивидуально понижаем углеводы и степенно повышаем жир и протеины для того, чтобы потребности в энергии были и в протеинах естественно были обеспечены. Понижать можно тоже, конечно, не бесконечно, поскольку протеин должен быть умеренный, жир должен быть умеренный, то есть где-то до 40, какие может быть проценты в сухом веществе, это вот тот уровень, который приводит к лучшей усвояемости этой диеты. То есть мы перепроверяем тип секреции и соответственно подбираем иногда в редких случаях индивидуальный уровень углевода. Теперь поговорим о патологиях кишечника. Это тоже, наверное, их просто много разных, поэтому в статистике, если смотреть вообще их в целом, это очень частые причины обращения. Наверное, каждую неделю несколько пациентов приходят именно с патологиями кишечника для работы с рационом. И, конечно, сначала нужна работа терапевта, когда мы исключаем инфекционные возможные причины наблюдаемых патологий. Я вижу вопрос, секундочку, случай, если хозяева против углеводов, например, на бар, есть ли возможность снижить белки и жиры к гиперроцентам гастритии, или все же лучше уговаривать хозяев животного сменить систему питания. Да, надо уговаривать. У вас не получится стабилизировать гастрит, если у вас будет высокий протеин и жир. А барф это всегда высокий протеин и жир. Вот. И если владелец сильно сопротивляется смене или добавлению углеводов, можно попробовать добавить углеводов в виде картофеля, поскольку это все-таки овощи, а не крупы. Больше, чаще всего крупы вызывают больше вонь, чем картофель. Но, тем не менее, приходится убеждать, конечно. Если симптоматика будет продолжаться, то им просто некуда деться будет. Придется менять диету, придется назначать лечебную диету. Как правило, удается найти подход к владельцам, когда живот болеет, поэтому я думаю, что должно получиться. Как мы уже обсудили выше, потеря склерантности к пищевым антигенам возможно естественно и при повышении проницаемости кишечника. Локально могут образовываться антитела и при длительной хронической болезни это может приводить к системному формированию антител и циркулирующие уже системно они могут приводить к удаленным симптомам, то есть пищевая аллергия, которая имеет причину в кишечнике, проявляется например зудом. Это тоже возможно. факторы потери иммунной толерантности это в первую очередь повышение проницаемости слизистой, но также конечно и патогенные воздействия имеются. Бактерии могут выделять антеротоксины, которые будут раздражать. Бактерии имеют также лектины, которые способствуют их агрибации на слизистую и они при этом не дают контакту с рецепторной клеток нормальной микрофлоры, во-вторых питательных веществ и инвазии паразитарные тоже могут стимулировать дополнительно ответ, который включает в себя также образование моноглобулинов Е. Я вижу еще вопрос. На ваш взгляд может ли быть сырое мясо при гастрите опять же барс или все же лучше варить владельцу на рис говорил недавно владельцу на мясо кролика варить пока никак не хотят. Знаете, я вообще обычно стараюсь не давить, потому что если излишне убеждать, у нас не будет никакого комплайанса, как правило. Если я вижу, что это убежденный владелец, которым не переубедить отваривать мясо, я буду стараться рекомендовать дополнительные гигиенические меры, ну и если, конечно, ситуация будет обостряться, тогда, разумеется, попробовать поговорить о том, что отварное мясо с гигиенической точки зрения лучше и может улучшить самочувствие животного и его клиническую картину. но попробовать в любом случае стоит, но лучше стараться как-то это делать дипломатично. роль инфекции и инвазии тоже обсуждается, есть гигиеническая гипотеза, когда инфекции стимулируют иммунитет и потенциально снижают аллергический ответ, меньше распространенность этого мнения в западном обществе, а вторая про виток и аллергии, что большое количество случаев аллергии наблюдается заражённых пациентов, чаще наблюдается, и предположительно в ответ на присутствие паразитов отражает склонность аллергии. Это теоретические предположения, они недостаточно были изучены, и соответственно всего лишь гипотезами являются. иммуногенность кормов это то, что больше всего причиняет страдания киетологам, когда разные источники протеина считаются помолчанием иммуногенными, тем не менее и собаки, и кошки, например, курица, всем известно, что это распространённое мнение, что владелец уже старого заявляет, что курица это аллерген, и пожалуйста, мне без курицы. Тем не менее, любые виды мяса достаточно хорошо усваиваются в здоровых собак и кошек, и они приспособлены очень хорошо к легкоусвояемому карман, и как раз привычные компоненты, они как раз обычно не вызывают сами по себе проблем. Воспалительный ответ это развед иммунной системы на определенные компоненты. Часто это комплексная реакция, конечно, которая сопровождается продукцией цитокинов, интерлекинов, в частности интерлекин-1 отвечает за вот это болезненное поведение, когда угнетает аппетит, это имеет большой биологический смысл, поскольку таким образом и патогены не получают кормления своего, но это также вещества из поврежденных клеток, вещества плазмы, которые так или иначе взаимодействуют с рецепторами и вызывают некоторые дальнейшие каскады реакции. Патогены часто получают питательные ситопы прежде хозяина, особенно в кишечнике, поэтому болезненное поведение может иметь роль в выздоровлении организма. Не очень хотела подробно углубляться в противовоспалительные агенты и реакции, но напомню просто, что есть провоспалительные цитокины, которые стимулируют иммунную систему. Нет, не происходит. Извините меня, пожалуйста, у меня тут попугай сейчас отправится в вольер, потому что не умеет ходить. Так вот, есть также и противовоспалительный ряд. Это важно для диетолога, поскольку мы имеем инструменты для воздействия на эти процессы. Сейчас я об этом поговорю, наверное, чуть позже. Тем не менее, иммунная система имеет определенные последствия для метаболизма. Например, если мы обменную цель центральной нервной системы, то лихорадка, анорексия, гипсталамо-гипстазарная система могут быть затронуты. белковый обмен. Это частое явление, конечно, в первую очередь, когда у нас хронические заболевания с пищевыми в итоге дефицитами, когда животное недополучает питательных веществ, оно очень быстро, особенно кошки, впадает в катаболизм и, соответственно, начинает использоваться мышечная система как источник протеинов. этого нужно всегда в любом случае стараться избежать этого состояния, особенно при воспалительных процессах потребности к протеинах повышаются и, естественно, их нужно компенсировать. Жировой обмен также может быть затронут, может наблюдаться повышенный липолиз, пока есть эти запасы, синтез жирных кислот ДНОГу, снижение активности липопротеинов-липазы, снижение потребления триоцилоглицеридов в крови, липотридлицерида, повышение секреции липопротеинов очень низкой плотности, то есть когда очень большой пул циркулирующих именно очень низкой плотности липопротеинов. Минеральный обмен может также быть затронут может оказаться цинк, железо, медь в дефиците гиперкальциемия также может постоянно наблюдаться. Углеводный обмен первая фаза когда происходит воспаление может наблюдаться гипергликемия гликогенез, гликогенолез и во второй фазе могут быть как раз исчерпаны эти компоненты и может наблюдаться гипогликемия снижение активности фосфоенол переводка боксилазы которая центральную роль для гликогенеза и конечно еще надо поговорить о свободных радикалах поскольку они также подключаются как часть этих процессов и усиливают все реакции то есть антиоксиданты конечно работают но они могут быть тоже истощены могут тоже их может быть тоже недостаточно поэтому свободные радикалы имеют также значение для диеты сейчас мы поговорим о том как мы с этим будем справляться еще напомню такие моменты что диарея может быть также иметь разные механизмы возникновения мы функционально различаем осматическую диарею когда гиперосматическая среда способствует повышенной секреции жидкости и соответственно происходит диарея это как правило кислый тип который возникает в ответ на высокое количество летучих жирных кислот коротко цепочных жирных кислот секреторная диарея когда происходит гиперсекреция при стимуляции токсинами например или жирными кислотами когда их резко например много ввести в рацион нарушение проницаемости слизистой при воспалении инфилитрации нарушение моторики это редкая форма у собак и кожи о кишечном голодании много всего было сказано и написано когда у нас отсутствует питательная щита внутри кишечника происходит дефицит питания энтероцитов деградация структуры пепелия а также нарушение иммунных функций повышение секреции провоспалительных адгезивных молекул то есть повышенная адгезия нитрофила повышение интерлекинов определенного типа снижения секреции иммуноглобулин А нарушение взаимодействия между Т и Б клетками продукции нормальных цитокинов и повышение в сумме воспалительных реакций в ЖКТ но также в легких печень и возможностей их органы что у нас есть диетической стороны для того чтобы поддержать кишечник во время воспалительных или каких-то других процессов во-первых знаменимая аминокислота глутамин обращает многие из указанных выше изменений это было показано и белок который содержит глутамин например казеин это белок основной молочных продуктов для собак и кошек разумеется должны быть кисломолочные продукты использовался лучше чем обогащенные глутамином продукты то есть в принципе естественно его источник в таком случае хорош аргинин высокое количество аргинина повышает образование оксида азота который имеет двойственную значение то есть он в определенной степени необходим для созревания кишечного эпителия он является нейротрансмиттером перистальтики снижает активность молекул клеточной адгезии по реверации клеток но в больших количествах он также оксидант конечно и в некоторых случаях он может быть избыточен поэтому аргинин важная очень конечно незаменимая аминокислота но она вот повышает его образование поэтому роль неоднозначной адаптация и восстановление происходит под регуляцией некоторых факторов которые вот здесь изображены они стимулируются эндокринными кишечными клетками имеют трофический эффект стимулируют пролиферацию уменьшают аптоз снижают секрецию желудочного сока и сокращений обращают атрофию слизистой или другой инкретин который тоже имеет трофический эффект повышает пролиферацию снижает аптоз стимулирует наград сантероцитов то есть это естественные факторы которые в организме синтезируются они также называются инкретины они синтезируются в ответ на кормление то есть и они не только управляют этими всеми процессами но также имеют ввиду непосредственно пищеварительными но также имеют и воздействие на воспалительные процессы и на клеточные процессы и в целом на секрецию поэтому кормление вопреки наличию патологии желудочно-пищеварительного тракта имеет очень много плюсов и должно быть всегда рассмотрено то есть в любой ситуации клинической энтеральное кормление присутствие пищи в естественном ее месте то есть если сравнить энтеральное парантеральное кормление оно положительно как правило воздействует на пациента в целом и опять же ранее начало кормления снижает проницаемость глутамин назначенный дополнительно будет нормализовывать также проницаемость со стороны пекальной мембраны поэтому это важный момент что касается диагностики то здесь конечно существуют очень длинные и довольно такие доступные диагностические алгоритмы и схемы в первую очередь необходимо исключить самые распространенные такие как инфекционные заболевания паразитазные заболевания и далее уже работать непосредственно над диагнозами которые у нас могут быть мы поговорим о диетатерапии при разных заболеваниях кишечника в зависимости от постановленного диагноза но для диагностики например также могут использоваться разные маркеры помимо алгоритмов подхода мы естественно проводим рутинное обследование выясняем собираем анамнез выясняем статус пациента и конечно делаем разные анализы есть такие анализы которые могут быть очень специфическими в отношении некоторых заболеваний кишечника но они к сожалению почти недоступны такие например как альфа-1 ингибитор протеиназ это очень интересное вщество которое естественным образом в организме присутствует и не дает протеиназам разрушать собственный протеин то есть он действует там где действие протеиназа не нужно соответственно он ингибирует протеиназы и ими не переваривается то есть понятно он их ингибитор если у нас происходит потеря белка через кишечник то он теряется тоже вместе со всеми другими белками так вот его анализ например относительно альбумина может свидетельствовать очень специфично в отношении энтеропатии с потерей белка вот поскольку он теряется в тех же пропорциях что и альбумин но не будучи переработан протеиназами не будучи расщитленными выходит в увеличенном количестве то есть его измерение в калии и в сыворотке может говорить о том что у нас есть потеря белка косвенно разные другие анализы также доступны уровень кабаламин и фолиевой кислоты тоже мы все прекрасно знаем что измеряется но конечно утвердить полностью поставить диагноз точно его уточнить можно на данный момент с помощью эндоскопического исследования и гистологического подхода соответственно можно выяснить и само заболевание какое имеется у животного но также и уточнить его тяжесть его локализацию его уровень изменений какие наблюдаются у животного что дает естественно больше возможностей для прогноза для того чтобы какой-то план лечения доработать индивидуально лимфоплавноцитарный эндурит нарушение иммунологической толератности к антигенам чаще всего начинается в верхних отделах наблюдается повреждение целостности барьера слизистой оболочки и увеличение клеток воспаления соответственно в слизистой клеточный уровень приводит к тому что субпопуляции лимфоцитов стимулируют точнее вырабатывают определенное количество своих интерлекинов и соответственно возникает воспалительный процесс разумеется это не это целая система разных взаимодействий разных клеток и есть как провоспалительные клетки так и противовоспалительные клетки которые включаются в эти процессы на клеточном уровне воспалительной реакции гамма-интерферон единственный интерферон класса 2 обладающий противовирусной антибактериальной и протозойной противопротозойным действием то есть имеют определенное защитное действие активатор макрофагов индуктор комплекса вистосовместимости и аутовоспалительных реакций клиническое проявление мы естественно наблюдаем разные симптомы есть особенности у собак и у кошек которые имеют очень характерную как правило внешнюю картину чаще у собак может наблюдаться снижение массы тела вот тонкокишечная диарея интересное исследование показало что собаки которые интенсивно лижут поверхности очень часто имеют какое-то может быть недодиагностировано или субклиническое заболевание желудочно-кишечного тракта элодинофильный интерьер гипопротеиномия на фоне эндеропатии с потерей белка наблюдают диареи рвота опять же потеря веса милена может быть и анемия вследствие кровотечения в кишечнике за счет образования язвы итак что делать при воспалительном заболевании кишечника то есть это в принципе у нас симптомокомплекс это не совсем как бы уточненный скажем так диагноз может быть со временем у нас будет более дифференцированный подход но в любом случае это нарушенный иммунный ответ повышение определенных воспалительных процессов и как мы уже обсуждали выше в первую первую очередь необходимо устранение антигена оно показано в любом случае поскольку проницаемость повышена слизистых кишечника смена кормления которую владелец наблюдает при очередном эпизоде диареи когда они меняют корм у них все проходит именно одним из этих факторов и объясняется что просто сменяется состав и воспалительные процессы замедляются или даже исчезают уменьшение компонентов диеты может быть полезно в отношении то есть у нас подход идет почти как исключающая диета то есть такой же используется подход и мы можем также попробовать поменять пропорции между белками жирами и углеводами в первую очередь конечно факторы которые имеют значение это протеинная энергия это жир конечно же мы все прекрасно знаем что жир должен быть низкий при многих заболеваниях кишечника и в частности при воспалительном заболевании но также минеральные вещества которые нужно восстановить и витамины протеин и энергия во-первых у нас животные с нарушением абсорбции могут возникать потери белка мы сейчас отдельно поговорим про терапатию с потерей белка соответственно у нас ситуация когда есть дефицит энергии повышенный катаболизм возможно гипоальбуминами альбуминами гипопротеинами снижение мощной массы и что касается состава протеина то глутамин показан при многих острых хронических антуритах и неизвестно эффективно ли дополнительное количество которые добавляются в диете кроме содержащихся в протеинах как мы уже упомянули выше естественный источник который богат глутамином такой как например кисломолочный продукт творог он будет вполне может положительно воздействовать вернемся к аргинину и опсиду азота аргинин влияет на продукцию НО слизистой он постоянно там производится на самом деле и при воспалительных процессах включается еще дополнительная синтеза которая приводит к повышению его синтеза стимулируются цитокин и другие факторы может в норме быть также и антиоксидантом очень многие активные молекулы имеют двойственное действие но также может вызывать апоптоз клеток со снижением барьерной функции и с повышением бактериальной транслокации его роль в воспалении может быть очень разной вот поэтому поскольку мы еще пока не имеем достаточного понимания процессов которые с ним связаны аргинин должен быть обязательно конечно обеспечен по употребностям но может быть его большое количество не требуется очень важно говорить о жире жир с высоким диетой с высоким содержанием жира как правило плохо переносится пациентами с заболеваниями кишечника такими как воспалительные заболевания и если мы обычно рекомендуем меньше 10 процентов жира меньше 15 и меньше 10 процентов жира для собак то недавнее исследование показало что собаки с воспитательным заболеванием кишечника очень хорошо реагировали на ультр низкое содержание жира такое как ниже 5 процентов в сухом веществе осторожно поскольку если мы снижаем жир нам надо обязательно обеспечить незаменимые жирные кислоты они все должны поступать в соответствии с потребностями в них связано это непереносимость этих жиров с тем что может быть менее эффективно действуют ферменты может происходить маль абсорбция жира и гидроксилированные жиры будут стимулировать приток воды и только ухудшать диарею и может быть это также параллельно связано с тем что происходит маль абсорбция желчных кислот желчные кислоты имеют рециркуляцию это конюганты и если желчные кислоты хуже рециркулируются то и жирные кислоты не конюгируются и хуже соответственно абсорбируются это такой циклический процесс поэтому жир надо обязательно снижать для собак непременно у кошек как обычно жиры переносятся в большем проценте чем у собак содержание полиненасыщенных жирных кислот влияет на состав меморан лейкоцитов они естественно имеют разные продукты своего метаболизма жирных кислот из этих образуются просто гладин тромбоксана лейк тригена и казаной и важный момент что из омега-6 жирных кислот стимулируются провоспалительные цитокины а омега-3 противовоспалительные имеют свойства поскольку жирные кислоты имеют общие субстраты в метаболических процессах соответственно экоза-пентоеновая кислота конкурирует сарахетоновый как субстрат для цикла оксигеназы и липооксигеназы и соответственно экоза-пентоеновая кислота является менее эффективным субстратом и соответственно она активирует производство менее воспалительных продуктов кто-то спрашивал у меня про соотношения омега-6 к омега-3 обычно омега-6 к омега-3 много содержится стандартный рацион например я не знаю там допустим говядина рис подсолнечное масло и там добавка какая-нибудь плюс овощи и в том минеральная добавка будет содержать где-то от 15 даже выше может быть 20 с лишним к одному омега-6 к омега-3 поэтому когда мы говорим о низком соотношении омега-6 все равно как правило выше это нормально и например незаменимые омега-6 жирные кислоты они в большем количестве находятся потребности в них выше поэтому это нормально что их всегда больше низким называется соотношение вот 5 к 1 например тяжелых воспалений 3,5 к 1 1 к 3 к 1 это можно этого добиться но довольно-таки сложно бывает потому что жир нам нужно при этом снижать противовоспалительные действия есть разные компоненты которые могут оказывать противовоспалительные действия старые компоненты могут подавлять активность циклооксигеназы подавлять синтезы экозаноидов но также могут некоторые натуральные компоненты также воздействовать снижая синтез оксидозота например минеральные вещества важные для этой диеты будут магний железо и цинк в первую очередь ну конечно необходимо проверить и все остальные компоненты чтобы они поступали в достаточном для потребности количестве среди витаминов заслуживают важную роль B12 и фолиевая кислота поскольку при разных заболеваниях очень по-разному они себя ведут и очень часто B12 оказывается в дефиците вот и при многих заболеваниях пышечного тракта требуется дополнение B12 в некоторых случаях и фолиевой кислоты тоже и недавние исследования показали что при многих заболеваниях кишечника не только парентеральный путь введения препарата но также и энтеральный то есть оральная подача этих витаминов была эффективна я думаю здесь надо различать конечно что у нас за патология перед нами потому что если например у нас заболевание поджелудочной железы о котором мы сегодня вроде бы не будем говорить или будем если у нас будет время тогда например у нас нарушен синтез интризик фактора внутреннего некоего фактора без которого фолиевая кислота не усваивается она это огромная молекула ее чтобы абсорбировать нужен отдельный специальный разработанный организмом сложный очень механизм путь связанный с синтезом поджелудочной железы в таком случае парентеральное введение препарата будет предпочтительнее интерального хотя при многих заболеваниях все равно оральная дача препарата была эффективна и может использоваться тоже в случае если у нас есть каглопатия витамин К должен быть тоже частью диеты хотя это не неизменимый витамин для собак и кошек он в неспециательном количестве синтезируется но он синтезируется в кишечнике поэтому может быть затронут его синтез или абсорбция антиоксиданты очень важные тоже компоненты поскольку у нас очень много про вкислительных агентов при воспалении образуется дополнительно какие это могут быть антиоксиданты это могут быть каротины то есть каротины много разных помимо бета-каротина основного источника витамина А для собак но не для кошек другие каротины могут быть антиоксидантами важны очень для этих процессов витамины Е С тоже важны компоненты антиоксидантов когда мы говорим об антиоксидантах мы не должны воспринимать какие-то антиоксиданты взяли назначили и все для понимания того как они работают нужно понимать что есть антиоксиданты которые работают в клеточной оболочке например витамины Е а есть антиоксиданты которые работают внутри клетки нам нужно и те и другие потому что у них разные механизмы воплощения их собственно функции и разная локация поэтому мы сразу перечисляем несколько антиоксидантов которые нужны все при этом не какой-то один витамин Е назначили и успокоились или перепроверили его уровень дефицит микроэлементов может также вызывать снижение естественных антиоксидантов которые в организме присутствуют например глютатионфероксидаза антиоксидант который содержит селен и очень нужен также для постоянного уменьшения свободных радикалов поговорим о классификации углеводов в первую очередь это интересно для понимания классификации клетчатки потому что я знаю что не все различают разные виды клетчатки и умеют пользоваться определенным нужным в данном случае видом клетчатки для данного животного но под углеводами в принципе чаще всего в гиетологии называются как раз те углеводы химические которые ферментируются собственно животным то есть это моносахара дисахариды некоторые олигосахариды и крахмал поэтому выделяем их в первую группу далее остальная часть всех этих структур химически относящихся к углеводам ферментируется только микрофлорами то есть собственные ферменты не способны с этим справиться различают быструю ферментацию например резистентный крахмал крахмал который избежал собственного расщепления собственными ферментами галакта олигосахариды фрукта олигосахариды они ферментируются очень быстро и у животных у которых микробная ферментация имеет большое значение для пищеварительных процессов таких как например крупнорогатый скот или лошадь быстро ферментируемая клетчатка всегда риск-фактор для развития разных неправильных процессов в органах пищеварения в некоторых случаях когда мы например говорим о переросте микрофлоры у собак и кошек эта клетчатка тоже может усиливать эти процессы и она нам может быть опасна в больших количествах она будет стимулировать диарею средняя ферментация полифруктаны муцин и пектин это как правило такие вот виды клетчатки которые образуют гелевые слизистые компоненты при некоторых заболеваниях кишечника они нам подходят и медленная ферментация для собак и кошек эти виды клетчатки имеют только функциональное значение они не являются источниками никакой энергии поскольку микробная ферментация очень низка но это вот как раз та самая сырая клетчатка которая указывается на этикетке и это те компоненты рациона которые способствуют перистальтики кишечника и нужны просто для для того чтобы кишечник функционировал и перистальтика продолжалась бы ливнин является неусвояемым частью это одревесневшие части растений для наших пациентов это не имеет значения итак у нас есть неструктурные углеводы то есть это как правило те углеводы которые растения запасают для энергии соответственно питательные вещества те которые могут являться источником энергии для собак и кошек и некрахмальные сахариды это как раз та клетчатка которая не является как раз структурной они могут быть для аналитической диетологии важные методы это водорастворимыми растворимыми в этаноле растворимыми в кислоте и щелочи и структурные нерастворимые в кислоте и щелочи проще говоря вот они являются структурные являются сырой клетчаткой да вот они это то что на этикетке указана сырая клетчатка из-за вот этой вот всей сложной аналитики вот эти вот вещества которые также являются диетической клетчаткой теряются для анализа но нужно себе представлять что диетическая клетчатка это всегда гораздо больше чем сырая клетчатка и например беззлаковые корма имеют очень большое количество растительных компонентов которые содержат большое количество структурных компонентов и низкое количество вот этих источников энергии проще говоря если мы используем для рецептуры вместо злака который будет в основном содержать вот эти компоненты или являющиеся источником энергии овощи травы и разные вот другие растительные компоненты у нас вот этот параметр диетическая клетчатка увеличивается вплоть до очень высокого уровня такой уровень клетчатки и у здоровых собак и кошек может спровоцировать диарею но он очень редко указан на этикетке на этикетке указывают только аналитический параметр а диетическая клетчатка редко какими производителями указывается она имеет значение для многих заболеваний в частности заболеваний пищеварных трактов, о которых мы сегодня говорим. Поэтому это нужно себе представлять. Когда мы имеем дело с рационом, и мы видим, например, что рацион беззлаковый, нужно помнить, что убрать крахмал и не заменить его ничем невозможно. Как правило, это не протеин, поскольку мясная мука – это очень дорогой компонент. Как правило, это горох, тыква, вот такие вот вещи. И они могут сильно-сильно повышать уровень диетической клетчатки, которая в анализе на самом деле скрыта, мы ее не видим. Другие факторы. Что касается пребиотиков, то это как раз компоненты рациона, которые кормят нормальную микрофлору. В первую очередь это как раз ферментируемая клетчатка, и она, как правило, чаще, самый простой способ воздействия на кишечную микрофлору. А что касается пребиотиков, то их роли, их применение сильно оспаривается. И на самом деле на практике бывают немного ситуаций, когда они могут быть показаны. Бактериальный перерост – это такое состояние отдельно, как бы, диагностилуемое, помимо упомянутого мыши. Прежнее понятие было бактериальный перерост в тонком кишечнике. Теперь говорят о антибиотик, чувствительной диареи. Ставится этот диагноз после другого исчерпывающего события, диагностического алгоритма, то есть мы исключаем другие причины. По сути, это диагноз, который говорит, мы не знаем, что это такое, но животное реагирует на антибиотик. А в принципе причина сама может быть даже разной. Может быть снижение кислотности желудка, может быть повышение субстрата в кишечнике при экзакринной недостаточности поджелудочной железы, при других процессах, приводящих к малю абсорбции, абструктивные нарушения, анатомические нарушения, нарушения моторики. То есть это в принципе не диагноз, да, то есть это просто симптомы комплекса. У животного есть проблема, она реагирует на антибиотик. Последствия для кишечника, как правило, это дисфункция микроворсинок, ферментов, нарушения всасывания жидкости, питательных веществ, изменение проницаемости, деконюгация желчных кислот, гидрокселирование жирных кислот. Она у нас тоже складывает условия для в целом малю абсорбции и диареи. Диарея может быть связана с разными видами микрофлоры. Вот тот самый сложный вопрос, который, когда говорят, чем может быть плохо, например, большое количество протеина для собак и кошек. Для здоровых собак и кошек, в принципе, это переносимое количество, которое хорошо ими переносится, и высокий протеин не проблема, в принципе. Но если у нас есть в наличии такая проблема, которая приводит к антибиотикам, чувствительные, например, диареи или другие состояния, могут преобладать в таком случае тогда процессы с переростом протеолитической флоры, гластридии и так далее, они начинают вырабатывать свои продукты жизнедеятельности, которые на самом деле имеют очень сильно раздражающее действие на стенки пешечника и могут приводить к началу гнилостных процессов. Таким животным нужно снижать количество протеина для того, чтобы погасить вот этот рост. Другая, самая частая диарея – это кислая астматическая диарея. Это, как правило, либо перерост сахаролитической, либо крахмалолитической, мелолитической флоры при превышении углеводов, когда углеводов очень много, или же просто резкое количество их было дано. Это очень характерная такая диарея, действительно именно кислый такой запах. Это, как правило, углеводная часть рациона является проблемой. Лифангетк, эктазия и энтеропатия с потерей белка – наша следующая часть. Может быть первичная, может быть вторичная, может быть следственное повреждение других систем, органов. Диагнозируется, как я уже говорила, вот этот ингибитор протеина, но это довольно редкий метод, я не знаю. Мне кажется, он недоступен в России. Если вдруг есть лаборатория, которая это делает, дайте знать, потому что это интересный очень анализ, который специфически показывает, что у нас есть потеря белка. Как правило, используется эндоскопия, биопсия и, соответственно, клиническая картина. Механизмы ее развития – расширение лимфатических сосудов, потеря белков, лимфы, нарушение абсорбции липидов, гипопротеиномия, гипокальциями, гипомагниями. Есть ряд пород, которые к этому склонны. Приоритет должен быть, во-первых, снижение жира. То есть жир должен быть низкий. И здесь тоже действуют правила. Меньше 10% и может быть в тяжелых случаях. Ультра низкий, меньше 5% жира в сухом веществе. Среднецепочный жирный кислот является продуктом выбора для как источников жиров, поскольку они у человека всасываются непосредственно в кровь. Но у собак было показано, что частично они могут всасываться и в лимфу. Поэтому эта мера, она имеется в виду, но не всегда может быть эффективна. Антигенная новизна нужна и в данном случае, при данной патологии. И в тяжелых случаях натуральная и элементарная диета. Но она должна быть, конечно, подобрана очень тщательно, поскольку медицинские продукты не подходят для кормления собак. Вот, например, пример, который может быть использован. Специальные продукты, дополненные определенными компонентами. То есть рецепт, который рекомендуется для клинической практики. Говорим немножко о голодной диете и кормлению вопреки симптомам УЖКТ. Ранее начало кормления снижает время восстановления при разных заболеваниях, в частности при павловирсном интердите, но также при других заболеваниях пищеваренного тракта. При общей слабости и дисфункциях есть риск аспирации рвотных масс, поэтому таким пациентам рекомендуется парантеральное кормление. И при возможности интеральное восстанавливается так быстро, как это возможно. Естественно, помним мы также о рефилинг-синдроме. Если у нас животное после длительного голодания, мы начинаем с 20% от потребности в энергии покоя. И постепенно за 4 дня это количество возрастает до полноценного. Сначала мы начинаем с минимального лиминального кормления. Это должна быть высокая освояемость. Если это домашняя диета, то это должны быть легко освояемые продукты. Если это влажный корм, то тоже он должен быть качественный. И, как правило, если это кормление через зонт происходит, то, соответственно, либо готовые жидкие диеты, насколько я знаю, в России они недоступны, либо же кормление влажными кормами, которые блендером соединяются 50 на 50% с водой и используются для кормления через зонт. Обязательно внимание на низкий жир, на новые антигены, на низкий уровень диетической клетчатки. При необходимости добавляем именно ферментированную, используем клетчатку. Что касается домашних диет, то при диарее есть стандартная рекомендация курица рис. Она оправдана, потому что рис содержит в себе определенный рисовый фактор. Это вещество, которое снижает секретарь активности, зная, что рис крепит. На самом деле он имеет такой фактор, который непосредственно снижает секретарь активность кишечной эпителии и действительно эффективен в отношении диарей. Голодная диета якобы дает кишечнику возможность отдыха, но на самом деле голодная перистальтика остается, сокращается моторика подвздошной кишки. Поэтому кормление может предотвращать развитие иллюса. С одной стороны, сторонники голодной диеты утверждают, что снижение риска рвоты и аспирации происходит у таких животных, но кормление вопреки имеет протеонетический эффект. То есть рвота проходит все равно. То есть когда корм присутствует, органы начинают дальше быстрее устанавливать свою нормальную работу. Поддержание средств, сокращение кровоизлияний. И следующие аргументы сторонников голодной диеты, что повышают бактериальную параллесерацию. Точнее, это контраргумент, конечно. При этом голодание повышает бактериальную адгезию, транслокацию снижает по ашхимосе, делает среду непривлекательной для вашей чувствительной микрофлоры. Соответственно, есть много разных аргументов и контраргументов. В целом, сейчас в последнее время все приходят к мнению, что если нет серьезных противопоказаний для эндерального кормления, оно всегда предпочтительно. Вы, наверное, имеете разные схемы. Есть Clinicians Brief, очень такая популярная диагностическая пособия, которая помогает найти подход каждому пациенту. Я здесь просто приведу одну из них, которая может быть использоваться. Анализ рациона при диарее, конечно, тоже очень важен. Первичный осмотр. Сначала стабилизация, назначение диеты. И анализ рациона на разные распространенные возможные проблемы, такие как отравление, такие как трудноусвояемый протеин, такие как превышение углеводов часто очень, или же недостаточная их обработка, то есть сырой крахмал не усваивается у собак и кошек. Резкое превышение клетчатки или вообще ее высокий уровень, пищевая гиперчувствительность, проводится, соответственно, диагностика, может быть, определенный период исключающей диеты, может быть, есть вне кишечные диагнозы, такие как заболевания поджелудочной железы, печеночные заболевания, и кишечные диагнозы, соответственно, распространенное заболевание, кишечник энтеропатиз, потери белка, или же антивоисфитная гея. Разумеется, это все симптомы комплекса, это не отдельные диагнозы, это просто отдельные группы состояния, которые имеют разные механизмы, но примерно одинаковый диетический подход. Опять же, повторюсь, голодная диета может быть рассмотрена, может быть, нет, то есть индивидуально мы это решаем, регидратация, антипаразитарные действия, ацербенты могут быть применены. При необходимости можно назначить ферменты поджелудочной железы, при росте бактериальном, они таким образом облегчают для организма саму ферментацию собственную, и пищеварение, и, соответственно, уменьшают доступный субстрат, который доступен бактериям, антибиотики, которые, конечно, в последнее время все чаще обсуждаются, что они должны назначаться рутинно, что это исключительный путь, когда уже больше нету никаких других возможностей, поскольку антибиотика резистентная микрофлора, это большая проблема современного мира. Иммуносупрессоры в некоторых случаях должны быть назначены иногда пожененно, ну и при лимфангеркатазии и выпаде может быть назначена также диуретика. Итак, это было, в принципе, с моей стороны все, что можно почитать здесь на слайдах. Есть ли у вас вопросы? У нас еще минут 10. Да, у нас же полтора часа лекция. Да, да, все верно. Есть возможность для вопросов. И снова Аббас. Среди приверженцев системы бытует мнение, что сырое мясо легче переваривается, вареное это так резина и очень плохо переваривается. Что в действительности является более щадящим для ЖКТ, например, при гастрите термооброводанной или сырой, если исследование сравнение переваривается с сырых и обработанных продуктов? Есть. Исследования есть. И я думаю, что мы в следующем году, может быть, мы обсудим это тоже, Виталий, с вами. Может быть, мы проведем, и вообще, в принципе, мне это интересно, начать эту инициативу, серию журнальных клубов. То есть откроем просто журнальный клуб по диетологии и будем каждый раз проводить одну единственную тему, но подбирать к ней исследования, которые на эту тему собраны, чтобы ее можно было осветить со всех сторон. Смотрите, мы все учили химию, мы все прекрасно знаем, из чего состоит протеин. Отваривание протеин что делает? Отваривание протеин динатурирует. Соответственно, динатурируемая структура протеина будет лучше доступна ферментной системе. Не логично ли? Соответственно, были, конечно, исследования, они просто уже не нужны, которые показали, что и сырое, и отварное мясо хорошо, отлично усваивается у собак и кошек, и практически там нет большой разницы. Если, конечно, речь не идет о термообработке в каких-то экстремальных условиях, при очень высокой температуре, при длительном воздействии очень высоких температур, может происходить нарушение структуры белка, и тогда он становится недоступен ферментам. Но этого не происходит ни в кастрюле, ни в экструдере. То есть протеин будет доступен в любом случае. Ну, разумеется, при наличии достаточно активной работающей ферментной системы. Так, сейчас, секундочку, я, наверное, остановлюсь сейчас презентацию. А, вот, нашла кнопочку. Что касается в какой форме предпочтительно вносить салаты и кобаламин. Сейчас, секундочку, значит, там, в принципе, есть несколько форм, вот, и они в составе термовых добавок, они все, как бы, подходят. Мне нужно поискать, сейчас это, в принципе, не очень находимо. Сейчас. О, тихо волнение. Давайте я потом отвечу на этот вопрос, потому что сейчас я просто не готова ответить. Продолжение следует... Снова цианокабаламин. Да, в них всех использовался цианокабаламин. Про фалаты я сейчас точно не скажу, потому что надо открывать эти исследования и смотреть. То есть, опять же, нужно понимать, что это разрозненные пока еще исследования, которые показали то и то. У нас нет пока данных сравнительных, например. Не все исследования проводились с контрольной группой. Поэтому я, в принципе, опасаюсь так сразу все это утверждать. Поэтому нужно просто накапливать данные, смотреть, как это будет дальше. Есть еще вопросы? В общем, в чате я вопросов больше не вижу. Я тоже. Да, ну, тогда мы будем заканчивать. Спасибо за то, что в своем таком плотном графике нашли возможность выспеть, поделиться с нами такими замечательными знаниями. Спасибо, что пригласили. Поэтому, да. Теперь тогда до новых встреч. Коллеги, до новых встреч. И до свидания. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok